Добрый вечер, это программа Persona Grad и сегодня мы поговорим о популярной музыке В нашей студии Лайма Вайкуля, думаю, что фамилия здесь вовсе не нужна, Лайма одно слово и все понятно, кто у нас в гостях Добрый вечер и добро пожаловать на наш русский остров С удовольствием, спасибо Какими судьбами в Америке вот на этот раз? Ну как же, прошло три года, знаете, как говорят, три года обещанного ждут Вот я через три года приехала, чтобы опять встретиться с своей публикой И правда попала во время кризиса, но я думаю, что нам кризис нипочем Нам, звездам и творческим людям, кризис не нужен, кстати Кому он не нужен? Сейчас такое выражение вот бытует в Америке Звезд больше нет, есть один из знаменитостей No more stars, celebrities, onda Как к этому относишься? Я всегда так к этому относилась Всегда, потому что это как-то звучит уж слишком пафосно Неудобно Я никогда не употреблял это слово, чтобы сказать про известность Какой известный человек? Вы знаете, Лайма, я до знакомства с вами даже не предполагал, как вы разговариваете Такое западное флёр, такое, вы знаете, диво а-ля Марлендитти, Катарина Валента Что такое, Грет Гарбо, такое необычное Никогда почему-то артисты сейчас стали все-таки говорить по сцене Стали говорить? Ну да, бутуаль какая-то, исчезла загадки, пьеха Вот я тоже, я не предполагал, как люди разговаривают Вот как поют, понятно, а как говорят, не понимают А вам нравится, чтобы говорили или чтобы не говорили? Мне нравится, чтобы была загадка какая-то, загадка Не, ну говорить, мне кажется, хорошо, потому что публика песню может послушать, поставить пластинку и слушать А когда человек приходит на концерт, все же это общение И мне нравится общение, потому что я тогда узнаю характер человека Как вы себя сегодня ощущаете за границей, в Москве, в России, другая страна уже? Они относятся как к своей или как все-таки к заграничной? Нет, да, есть такой немножко момент, что приехал у нас в гостях иностранная штучка Но они, когда американцы, они обходятся с вами как с заграничной резюминкой? Нет, ну все, что касается знакомых своих, все понятно Но почему-то преподносится, вот странно, что на людей давит политика Вот, например, у меня вообще этого нет У меня не поменялось отношение к моим знакомым, друзьям Хоть сейчас за границей, как будто бы, но и мне в глаз не укладывается Для меня и Америка не за границей, и Германия не за границей Женщина мира Да, совершенно точно Космополит Да Как называли в те вот имена Да, правильно, я как раз вот тот случай О чем хочу поговорить В последнее время очень, как бы, рычаг к раскрутке артиста Играет огромную роль желтая пресса в этом Пресс, который пишет разные... Неболицы Да, Неболицы Лайма Вайтланд захотела иметь свой самолет, ну и так далее Вот помогает, на самом деле, желтая пресса в популярности артиста Кстати, у меня никогда не было с ними никакого дела Я всегда очень серьезно относилась к личной жизни Это моя личная жизнь И всегда пресса допускала только настолько, насколько можно допустить, пока не звучит личная А там уже у них ход запрещен Они такое пишут Но это невероятно Я уже не говорю, что вы мечтали, что в Майами у меня собственность отобрали Американский кризис стукнул по Лайме И, в общем, всякую глупость У меня там нет никакой собственности Они, правда, прочли мои мысли Я думал, что пора приобретать Пока не надо, не время Я вам расскажу, как пострадавшие в этом кризисе Пока не время, я вам скажу, как это нужно Да, хорошо Не надо Во всяком случае, желтая пресса уже об этом писала Вы считаете свое шоу своим бизнесом? Насколько знаю, вы не только занимаетесь шоу-бизнесом У вас салоны, не знаю, есть или нет, Лайма Есть, да Потом что-то в Калифорнии еще делали Нет, да Я представитель Голдвелл-компании Это японская компания, которая производит свой товар, свою продукцию в Германии И только потому, что они хорошие, я самопользуюсь Поэтому я и представляю В Латвии, в Литве, в России Это бизнес, но он крутится без меня Это косметика, да? А? Это для волос Все, включая краски Это профессиональная Знал, да, раньше что не существует А что касается сцены, то я ее так люблю, что я не знаю, можно ли назвать ее бизнесом Мне повезло, я занимаюсь тем, что я люблю Ну вот ваш тур, вот нынешний тур в Америке Что мне нравится, тут два слова нравятся Вот в рекламах, в офишах, живой звук Я обожаю живую музыку Да, но потому что это идиотизм, что кто-то вообще мог не живем и работать Имитация Да Буфанат, что-то такое Ну да, а тут живой звук Кто у вас в оркестре? У меня два клавишника, две гитары, барабан, бас Ну бас, гитара, барабан, два клавиш Две клавиши с ксофонистом Вокальная группа И вокальная группа, да И я так купаюсь в этом Я потерял своих музыкантов Давным-давно они уехали Мы когда были в Австралии, они остались Это было еще в то время И после этого я как-то У меня руки опустили Слушай, я люблю людей, с кем я вместе работаю И осталась фонограмма называется «Минус один» Ну да, без голоса Минусовка Это когда ты поешь в живем, а оркестр записываешь И когда я стал работать опять с оркестром, это такое счастье Я никогда им не пишу программу Они никогда не знают, какая будет следующая песня Ну, чтобы в тонусе их держать И в этом есть какая-то импровизация каждодневная Но для Америки это норма Здесь все концерт проходят Ну, хотя у вас тоже, по-моему, кое-кого поймали, что работали Даже Грэмми отобрали Да Так что хитрованов в музее хватает Поговорим о хобби, об увлечениях У нас программа вечерняя Мы как бы часть новостей Программа «Персона Грата» Естественно, нужно раскрыть мир человека То, что Лама Вайкуля является собой на сцене, знают все А вот по поводу собачек, защиты животных Это тоже знают все, мне кажется А я недавно узнал Я последний раз, такая моя акция была большая Я ездила в защиту Тюленин Тюленин? На север как ездили? А? На север ездили? Да, Архангельск Вот, чудные места Да, и там норвежцы запускают свои корабли И прекрасно покупают квоты у России И забивают этих тюленин И еще используют там местных жителей Поморов, которые просто весь год пьют А потом с кувалдами идут с острыми Забивают их Это для меня оставило такое впечатление Неизгладимое Наверное, вот Африка для меня Это вот вторжение в дикую природу И второй случай Это был Архангельск Белое море Вот, ты видишь, как рождаются тюлени И с ужасом думаешь о том, что через месяц-два их убьют И для чего? Негодящиеся шапки Которые вываливаются мех Потому что бельки, они, малыши Они через несколько месяцев теряют мех белый И превращаются в сереньких И, в общем, они их вот убивают И для чего? Мех уже не модно Ну, плохой-то он мех Нехорошо сегодня Ну, вообще же... А потом, если ты бы сам бы это сделал бы То ты бы уже никогда в жизни не стал бы носить Правильно? Я помню, я в детстве плакал Бладкая книга Джоя Дамсон Рожденная свободной Я безумно... Кения О, Кения Как раз плакал Я как раз там была Ой Ну, есть места на земле, где еще вот не тронул Человек еще не... Не испоганил все на свете Не испоганил, да Это... Я знаю, что были восторг Я смотрела по телевизору Очень смешная Смешная, если можно сказать, смешная История, как один человек в Африке Сделал свой поезд И он проезжает по всем... Он для себя хотел такое сделать Богаточек Ну, а сколько он? Один, два, пять, десять раз прокатился А потом это стало бизнесом И он говорит, приезжали группы из России Он это рассказывает так наивно Мы-то знаем, что это норма И говорит, они стреляли прямо из окон По этим животным Можете представить? Ну, о чем вообще еще говорить? Человек может уничтожить то, чем он сам должен дышать Не знаю, питаться и все остальное И получать моральное, психологическое вообще Оздоровление Другая тема, которая безумно популярна в России В пластической операции Отношение к ним Я, кстати, был гостем у Андрея Малахова нашего Это было несколько месяцев назад Была тема Может ли пластическая операция Сделать человека счастливым? Вот что вы думаете по этому поводу? Если она может сделать его счастливым Пусть сделает Пусть сделает Период, естественно Я вообще считаю, что человек Человек свободный Если он Тем более, если он делает испытания с собой Всегда вперед Даже куриво Для меня Если ты мучаешь себя Да курит и себе Угорай, правильно? Что угодно кури Вот как начинается дискриминация Не делать пластической операции Или не курить Или не делать того Человеку это не нравится И я за свободу выбора Ну да А что по поводу диет Вообще в России Хочу сказать, Андреевич В России вот население здесь И русскоязычные люди здесь Это небо и земля Здесь как-то, мне кажется Они более консервативны в основном Те, кто не американизировался А в России такая изощренная страна Они такие придумывают способы Такие диеты Такие способы хирургии Знаете, я сидя за столом С одним пластическим хирургом Который оперировал самых наших звезд И я там с ним спрашивала у него Как чего Хорошо ли рано делать Лучше попозже или как И он говорил Я говорю, а где самые лучшие Пластические хирурги Он говорит, сейчас Я же он говорил Наверное Ну где-то, в общем, там, где нет законов Можно делать все, что угодно А второй будет у нас У нас самое лучшее Потому что, естественно Ты можешь Опыта производить на людей Поэтому мы все Никакой ответственности Мне кажется, страшноват Ну почему артист Вы, кстати, делаете операцию? Я не делаю Хотя обо мне пишут без конца Ну вот я читаю Да, но я все В Майами у вас хирург Пусть тренируется В Майами, да? Да, в Майами У меня в Майами собственность Ну хорошо Очевидно, я как-то Ссылаюсь в Майами У меня там и хирурги И собственность Ну вы такая американская Западная штучка Поэтому здесь уж приходится Всем это признавать Что по поводу диет? Посоветуйте Хочу сбросить вес Ой, ну не знаю Их множество Но как говорит мой диетолог Который у меня когда-то ходил Он говорит Лайма Диета – это образ жизни Ты не можешь сейчас Есть диета? Прекрасно Три дня рис Три дня курица Три дня яблоки Девять килограмм Вода Без соли, без сахара Без ничего Ну вот вы промочаетесь Девять дней Скинете прям пять Килограмм Если будете чуть-чуть нарушать И что дальше? Это должно превратиться Образом жизни У меня диета одна Ем-ем-ем Не ем-не ем-не ем Не, ну сложно вообще Следовать каким-то советам Специалистам советам Когда 24 часа самолет Репетиции Переезды Это очень сложно У нас это вообще нереально Артисты самые нережимные Да Мы все хорошо знаем Но мы не можем это Использовать для себя Теоретики Да, теоретики И можем советовать всем Как жить Как надо Видела я вас В проекте Две звезды Первым вам Смазаевым Последний раз Смазаевым Смазаевым Чудно Да Он прекрасный музыкант Такой джазовый тоже Да, да Джазует Он вообще роковый парень Поете свинг? Ну Эй, моряк Что по поводу Участие в других шоу Сейчас, насколько я знаю Как бы Табель о рангах Артистам Его популярности Он определяется Участием в разных шоу Почему у вас нет Цирки Или на льду И так далее На самом деле Я так хотела Пойти на лед И Авербух Меня сам приглашал Мне очень нравятся Его постановки И я уже была готова Но меня встретила Алла Сигалова Это наш лучший Бритмейстер На мой вкус Просто Самая лучшая в мире Такой Бобфос Российский И Она говорит Ты что, с ума сошла? Не вздумай! Авербух сказал Будут врачи стоять Все Там каждый, по-моему Переломал хотя бы ребро Во время Я знаю просто Ребят, которые там участвуют Очень много травм Она говорит Ты имеешь право Ты что, твоя работа Это сцена Пение У меня свой коллектив И она меня уговорила Действительно Но вам тем более Это опасно Потому что Вы не просто стоите у микрофона Вы двигаетесь, танцуете Кстати А просто стоять Потрясающе Спасибо Ну просто это можно Людей выводят к микрофону Выносят И они стоят А вы двигаете Ребрами не постоишь Ну хорошо У нас осталось буквально Минута полторы Я хочу, чтобы вы сейчас На двух языках По-русски понятно Вы сможете сделать На своем родном И на английском Что-нибудь нам пожелали Хорошие ли спели? Ой, по-английски Happy New Year И Лайм Игьяону Агаду Всего самого хорошего И поздравляю вас Новым президентом Спасибо, Лайм От вас то услышать Это ведь Вы политизирован человек Да? Вы в курсе всех политических событий Ну а как я могу Я люблю Америку Россию, Латвию Я в курсе Наверняка Это вам, кстати, предлагали Остаться в Америке Что-то здесь делать Потому что из тех артистов Которые там Да, мне предлагали Но в то время нам казалось Что это какой-то подвох Нас вербуют И мы испугались Можете себе представить Это такой идиотизм Советский Союз На нас такой штамп поставил Из которого Не просто избавиться Я вам желаю Удачных концертов Удачной поездки Желаю вам Хорошей, славной публики Которая знает Какая Лайма Вайкуля И будет подпевать с вами Все ваши хиты Это важно Я уверена Спасибо большое За ваше время Тоже вам огромное спасибо Я знаю, что Лайма Только что прямо из аэропорта Приехала сюда И отправляется В Лос-Анджелес Так что нас увидят И в Лос-Анджелесе Спасибо До встречи Это была программа Персона Грата Доброго вам вечера